Ребят, ни для кого не секрет, что то, что мы продаем, соответственно, тема работы. Часто мне пишут, что мы покупаем коронки с Алиэкспресс, печатаем на них свой логотип и продаем в 3 раза. Так вот, сегодня, во-первых, мы представим вам уже официально нашу новинку, которую полгода мы тестировали, а мы ко всему подходим именно так, потому что, опять же говоря, мы этим работаем, и проведем для вас наглядный краш-тест. У нас в тесте будут участвовать как наши новинки, L-образные коронки, так и те, которые мы уже давно продаем, это наши совместные коронки с DLT. И мы уже провели тест, сейчас мы вам его покажем, и мы купили две самые-самые дешевые коронки на Алике в двух разных магазинах, и также покажем, что способны они. Коронки у нас состоят из такого вот набора, то есть по мне это самый полный набор, который позволяет делать, в принципе, все работы по ванной. У нас также есть и маленькие наборы, и все коронки можно купить поштучно. Смотрите, здесь у нас 25-я, 35-я, 40-я, которая уже участвовала в тесте, 50-я, 60-я и 68-я. Для чистоты эксперимента мы взяли три коронки, даже четыре взяли. У нас одна наша новинка, вторая, вот она уже стертая, да, это DLT-шная коронка, ну, можно сказать, наша, 9 плиток DLT, вот она так выглядит. И две, 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 и две взяли с Алиэкспресс у разных продавцов, все здесь стерли, короче, чтобы никому не делать антирекламу. Самый-самый дешманский. Смотрите, эксперимент у нас проводится непосредственно в жестких условиях, я это буду говорить неоднократно, как говорит Саша. И мы взяли все коронки одинакового размера, но я скажу так, что вообще тесты, и вот когда пишут количество отверстий, проводятся на 60-х коронках. Вот. То есть, чем больше коронка, тем у нее больше воздушного охлаждения, тем больше у нее ресурс. Соответственно, вот это, если у нас, допустим, производитель заявляет 100 отверстий, то для этой будет 60 более чем хорошо. Потому что 68-я сделает в районе 80, ну, и больше. Это я просто для понимания. Задача, значит, какая? То есть, только мы сделали отверстие, разогрели напайку, максимально быстро выбиваем шлам и продолжаем. То есть, не даем вообще никакого остывания напайки, даем ему такой прям стрессовый, стресс, стресс-тест. Вот. И задача максимально быстро их убить. То есть, если у нас в таком жестком тесте коронка делает условно 100 отверстий, к примеру, да, значит, в обычных условиях она сделает где-то 150. Ну, и еще у нас вот такие вот две новиночки. Мы быстренько покажем. Здесь все максимально просто. Такая же L-образная коронка и на конце она имеет вот такую вот фрезу. Служит для изготовления отверстий и сразу делает зенковку или снимает фаску, кому как больше нравится, для слива. Короче, начинаем наш эксперимент. Цель эксперимента максимально быстро убить вот эти коронки, чтобы посмотреть, какой у них ресурс. Для этого выбран самый жесткий керамогранит. Ну, вот этот еще, скажем так, стандартный. Следующий такой идет более мощный. Я буду работать как раз-таки нашей новой короночкой, которая делает быстро и делает больше всех отверстий. Наш новый помощник Александр будет делать дешманская коронка с Озона или Алиэкспресс. Неважно, короче, была куплена самая дешевая. Вот она черная, такая же черная, как многие говорят. И Володя будет делать стандартной коронкой, которую мы продаем. Это 9 плиток и ДЛТ. То есть посмотрим, как они ведут себя на одинаковой плитке в одинаковых условиях. Сверлить будем на максимальных оборотах. То есть все технологии будут максимально нарушены только для того, чтобы мы здесь до утра не пилили и не сверлили данную плитку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Короче, ребят, подводим небольшой итог. Смотрите, вот эти наши новые L-Fast коронки, мне их удобнее называть, сделали 71 отверстие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коронки, которые у нас совместные с ДЛТ, сделали 57. Но Володя говорит, что она еще более-менее вроде будет пилить. Мы еще попробуем обязательно. Ну и для любителей писать комментарии, что-то на Алике по косарю такие коронки, которые в два раза дешевле стоят. Две штуки, две штуки, сделали 12 отверстий. То есть, как говорится, действительно та ситуация, где скупой платит дважды. То есть, чтобы сделать такое количество отверстий, здесь необходимо где-то 10 коронок вот таких вот дешманских. Неважно, какие-нибудь черные, рыжие. Опять же, на Алиэкспресс есть хорошие вещи, я этого не скрываю. Но самое дешманское, как правило, это вот такой вот результат. Многие писали мне в комментариях, что у них просто горят коронки. Это вот такой вот пример. У нас тоже есть в магазине дешевые коронки, но они продаются по дешевой цене. Если цена стоит нормальная, значит, это те непосредственно, которые имеют хороший ресурс. Плюс у нас, естественно, подробное описание есть, не в Алиэкспресс. Вот коронка черная, все, она сверлит. Володя, когда сверлил, я заметил, что, как у тебя, да, где-то там на 30-м отверстии она пришла искрыть. Потом вроде как обновилась как будто. И притерлась, что ли. И раз, и дальше опять пошла. Вот, поэтому нам интересно, мы попробуем все-таки еще подбить отверстие. Ну, а наш новый коллега, что вы скажете? Я скажу, что нужно пройти к качественному исходу. А еще? А еще? Ну, то есть сразу за этими коронками было видно, что неудобно, но не надо. Я не думал, честно говоря, что они так быстро сдуются. Я тоже не думал. Поэтому хорошо, что все-таки мы две приобрели. Я так и подумал, что, скорее всего, одна быстро сгорит. Вдруг это окажется брак, то что, ну, можно списать на брак. Но нет, две штуки, полное говнище. Вот, и опять же, я напоминаю, что мы делали этот тест прямо в экстремальных условиях. Задача была максимально быстро вытащить шланг и продолжить отверстие, чтобы перегревать на пайку. То есть в естественных условиях, ну, эти отверстия все можно умножать, ну, примерно на полтора как минимум. То есть хреновские коронки, думаю, где-то десятку были делать. Опять же, может быть, действительно кому-то необходимо сделать один ремонт ванны из своей жизни. Зачем мы, дорогие коронки, купил такие. Хотя переплаты составляют, там, вообще, относительно недорого по ценам, я чуть попасть, скажу. Когда ты привезешь? О, ты мне коронки обещал, когда ты привезешь? Когда ты привезешь, когда коронки? В смысле, они в магазине есть? Нет, вот какие. В наборе. Вот эти? Да. В магазине набор. Я здесь же, да. Вот набор там, короче, по сути, вот вроде. Ну, смотрите, коронку пришлось снять. Это вот, которая у нас сделала 57 отверстий. То есть она прям вот очень плотно как-то забилась. Вроде и так уже постучали, не вылазит. Там еще два колечка от плитки осталось. Поэтому приходится все-таки по-другому это делать. Вот, то есть как раз-таки вот и небольшое неудобство этих коронок, что бывает прям вот очень так мощно застревает что-то. Приходится как-то извращаться, чтобы все это вытягивать. С L-образными у меня, по-моему, ни разу такого прям жесткого не было застревания. В основном все вот эти остатки плитки вылетали в обычном постукивании. Это как раз-таки за счет того, что когда при нагреве коронка нагревается, у нее есть куда расширяться, поэтому здесь как бы нет такого капитального застревания. Здесь она как раз между напайками застревает. То есть прям хорошо нас посадили. Калифортер Калифортер Продолжение следует... В итоге у нас получилось здесь 59, там все-таки 72. Еще одно вот этой лысой я прям сделал, потому что здесь вот она прям лысеет и уже даже не заглубляется. Появляется вот такой вот шлам, это, не знаю, плавится керамика что-ли, или что, или сам металл, или сама напайка, то есть уже невозможно работать. На самом деле, я считаю, плюс-минус, не особо большая разница, у нас получилось сколько там, где-то в 10, да, в 11 отверстий. Тут, понятное дело, ну, не знаю, может быть, рука у кого-то какая-то, еще что-то. Я давил, ну, практически килограмм, наверное, 8, вот так вот, сделал большие вращательные движения. На эксперименте можете посмотреть. Все, коронка уже невозможно работать. Тоже она лысая, Саша на подсъемах все покажет. Она уже не цепляется за плитку, соответственно, тут уже невозможно никак работать. Коронки эти не обновляются, то есть их невозможно зачистить обстяжку. Вот, я, смотрите, пробовал за кадром, и как раз за кадром вот еще немножко нацарапал, и все. Ну, что ж, дамы и господа, смотрите, краткий итог. Новые коронки Allfast преимущество. Быстрое сверление, огромнейший ресурс. Коронки от ДЛТ и от нас, опять же, да, наши совместные коронки. Тоже неплохая скорость сверления, но единственная вот небольшая такая неприятная ситуация, когда у нас застревает остаток плитки, приходится снимать. Но, в целом, ресурс тоже очень хороший, и я считаю, что плюс-минус, наверное, они равны. Для того, чтобы установить победителя, надо все-таки, наверное, больше тестов. Но, однозначно можно сказать одно, когда мы видим коронки дешманские на Озоне, Алиэкспресс, непонятными названиями, мы, если мы все-таки это купили, сразу берем и просто выкидываем их нахрен, и просто ими не работаем. Все. Переходим к следующему тесту. Вот такие вот короночки, тоже L-образные новинки для изготовления отверстий и снятия сразу же фаски под слив. Покажем наш засранный слив. Вот, смотрите. Вот здесь мы очень долго выпендривались и снимали фаску различными фрезами. Эта коронка позволит нам это сделать все быстро. И смотрите, что у нас здесь такая грязь. У нас мастерская, здесь клей, все вперемешку. Это как раз-таки раковина для того, чтобы испытывать ее временем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой вот шикарный результат получается. Обратите внимание, что я до конца здесь не доходил. Сейчас объясню. То есть она, в принципе, уже стоит заподлицом. Наверное, сейчас немножко еще подработаю ее. Эту же фрезой. Если прям максимально заглубиться и уже, смотрите, дойти вот этим бортиком, уже войти внутрь, скажем так, вот, получается небольшие сколы. По крайней мере, пока еще коронка не притерлась. Вот. Но здесь я прям залез так глубоко, скажем. Сейчас выгляну. Вот. Здесь она уже ниже плоскости. Сейчас попробую здесь аккуратно доработать. Вот, смотрите, я немножко доработал. Сколов у меня не получил. Вот я ставлю. Она идеально в плоскости. Ниже делать не буду. Вытаскиваем. Сколов никаких нет. Очень, мне кажется, быстро и действительно удобная тема. Вот такие вот новиночки у нас появились. Также я напоминаю, что у нас абсолютно бесплатная достатка по всей России и Беларуси. Обязательно приходите к нам в магазин. Покупайте только хороший и качественный инструмент. Всем пока. Любой инструмент для качественной укладки плитки можно купить на нашем сайте. Девять триток точка ру.